Получила посылку с Америки. Возврат покрывала. Покрывало было сделано по размеру заказчицы 108 дюймов на 96. Была нарушена технология для того, чтобы четко попасть в размер. Сейчас мы начинаем вскрытие посылки. Пожалуйста. И проверяем размер, претензию к которому предъявила заказчица. Доставай, доставай, раскрывай. Незапечатанная. Незапечатанная, да? Подожди, подожди, подожди. Вот в таком виде, неряшливом, я получила всю эту посылочку. Вот этот можно уже измерить вдвое, так как оно есть. Специально взяла новый сантиметр. Измеряем на столе. Такие вещи надо измерить. Не на весу, а на столе. Не надо. Все, вот так оно лежит. Не надо. Давай. Туда. Первый край. Дай мне сантиметр. Так, показываю еще раз. Покрывало лежит на столе. 108 ровно дюймов. Никуда я его не дергала. Никуда я его не переставляла. Ровно 108 дюймов. От начала и до конца. Новый сантиметр. Пожалуйста. Не натянута никак. Хотя покрывало имеет тенденцию немножко играть, но это не влияет на его размер. Вот он. Даже после того, как я чуть-чуть подтянула. 108 с четвертью. Пожалуйста. Теперь ширину. Переворачиваем. Или длину. Да вот так. Разворачивай. Пожалуйста. Вот край. Может где-то убегает съемка, но я... На 98, да? А, на 96. Ну здесь, смотрите. Может быть какой-то кусочек лишний. Пол дюйма. Но это опять же текстиль. Он не может быть четким. Одеяло было сделано по специальной технологии. Говорю, изменена технология. То есть мы сначала его отдавали в варку, а потом только обрабатывали края, для того, чтобы клиент был доволен. Я получила претензию, жалобу и возврат. Что из этого следует? Советую всем измерять, фотографировать, передавать. Фотографии с четкими параметрами, которые вы сделали. С видеофиксацией все фотографировать. А еще лучше, когда клиент заранее говорит, не испортите свою репутацию, работая со мной. Просто с такими клиентами не работать. Была рада с вами поделиться таким приятным видео. Всего доброго. Этси, я думаю, решит наш спор. Всего доброго.